Вы слушаете Радио Крым Реалий. Совместный проект Радио Свобода и Первого канала Украинского радио. С 7 утра и до 10 часов утра. С 7 до 8.30 в эфире Радио Крым Реалий. Программа Радио Свобода. Ранкова Свобода. А с 8.35 до 10. Радио Крым Реалий. Ближайшие полтора часа мы проведем с вами вместе. И у нас сегодня есть несколько важных для крымчан тем. Тех тем, которые мы хотели бы обсудить. И тех тем, которые на наш взгляд заслуживают и вашего, и нашего внимания. Ну, поэтому, если у вас возникнут какие-то комментарии по ходу эфира, милости просим 8-800-169-26. Ну, кроме того, к нашему эфиру могут присоединяться и жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. Одна из тем, о которой мы будем говорить, это тема все того же безвизового режима. Он не за горами, он с каждым днем все ближе. До него остается практически неделя. Уже 11 июня первые украинские граждане с биометрическими паспортами отправятся в страны шенгенской зоны без виз. И это является такой константой. Оно не оспаривается. Уже сейчас, на протяжении последних нескольких недель, визовые центры украинским гражданам даже не выдают визы. Просто потому, что это не имеет особенного смысла. Просто потому, что с 11 числа наличие биометрического загранпаспорта будет достаточно для того, чтобы совершать краткосрочные поездки на территорию Европейского Союза. А точнее, тех стран, которые входят в шенгенскую зону. Ну и, безусловно, одна из тем, которая волнует нашу редакцию более чем, наверняка, многих наших коллег, это биометрический загранпаспорта и ID паспорта для крымчан. В Крыму все чаще можно встретить объявления об услугах оформления документов. Более того, по сообщениям других медиа появляется целый такой себе бизнес посредников, которые просят у крымчан, готовые предоставить крымчан за определенное вознаграждение услуги трансфера до соответствующих государственных ведомств, расположенных на неоккупированной территории Украины, где крымчане могут, соответственно, без очередей с услугами этих самых посредников получить для себя биометрический загранпаспорта. Так вот, какие подводные камни в этом процессе есть? Вообще, какая динамика по получению биометрических загранпаспортов? Много ли крымчан вообще решили оформить себе новые документы после того, как стало известно, что украинскому безвизу быть? А самое главное, вот есть еще две страны постсоветского пространства, которые, с одной стороны, имеют такие себе территориальные, инспирированные извне конфликты. Это, в частности, Молдова и Грузия. У Молдовы эта история с Приднестровьем, у Грузии эта история с Абхазией и Южной Осетией, которые точно так же имеют режим безвизовых поездок со стороны Мишенгенской зоны. Так вот, как сказался, условно говоря, этот безвиз на вопросах взаимной интеграции оккупированных территорий в этих наших соседей, у стран-соседей Украины. И стал ли этот самый безвиз какой-то точкой притяжения, магнитом, который сближает неоккупированную часть Грузии с оккупированной и неоккупированную часть Молдовы, соответственно, с оккупированной. Вот все это мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, сразу после того, как в эфире озвучит сюжет, который подготовили наши коллеги. В городах аннексированного Крыма процветают компании, предлагающие за вознаграждение получить паспорт гражданина Украины. По сообщению крымских СМИ на полуострове появилась реклама с предложением приобрести украинское гражданство. Сообщается, что паспорта можно получить в представительстве президента Украины ВРК в Херсоне. Ехать туда лично не нужно. За финансовое вознаграждение крымчанам предлагают просто собрать старый паспорт, свидетельство о рождении и две фотографии. Таким образом, можно также заказать биометрический паспорт, утверждают в компании. Для получения ID-карты или биометрического паспорта, согласно законам Украины, необходимо личное присутствие человека. В чипы украинских документов нового образца, помимо основных данных, вносятся отпечатки пальцев и электронная подпись. В противном случае документ считается поддельным, а подобные услуги – мошенничеством. Жители Крыма смогут воспользоваться всеми преимуществами безвизового режима только после деоккупации полуострова. Такое заявление 14 мая сделал президент Украины Петр Порошенко. Он добавил, что в Европу без виз смогут отправиться только переселенцы. На следующий день, 15 мая, во время эфира на одном из украинских телеканалов, президент добавил, Украина создаст максимально комфортные условия получения биометрических паспортов для тех крымчан, которые решили оставаться верными своей стране. В администрации президента корреспондентам Крымреалии 15 мая пояснили, крымчане смогут воспользоваться безвизовым режимом. Президент имел в виду недоступность виз только для тех крымчан, которые после аннексии полуострова отказались от украинского гражданства. В ведомстве подчеркнули, что те крымчане, которые выкинули украинские паспорта и получили паспорта фейковых республик и российские паспорта фейкового федерального округа, получить украинский биометрический паспорт и отправиться без визы в страны Шенгена не смогут. Валерия Максимова для Крым. Реалии. Репортаж. Ну вот как на самом деле крымчане отреагировали на перспективу без виза, которая, я повторюсь, начнет работать где-то через неделю. И, собственно, есть ли вот эта вот самая динамика с получением украинских биометрических, изограмм паспортов. Вообще обо всем, на самом деле, комплексе вопросов, связанных вот с этой темой, мы будем говорить с главой общественной организации «Шторм» Еленой Антоновой. Елена, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, ну вот вообще в Крыму о без визе украинском, применительно к самим себе, к жителям Крыма, идут разговоры? Ну, конечно, идут, потому что это одна из самых таких популярных тем сегодня. И это вопрос не о том, что они завтра поедут в Европу. Это вопрос о том, что на всякий случай, если мало ли что изменится, а у меня уже это есть. То есть это на авось, ну, на будущее. Это вопросы, да. Скажите, а вот есть ли какие-то, я не знаю, там, страшилки, какие-нибудь мифы, которыми крымчан, ну, пытаются, условно говоря, там, российская администрация на полуострове оградить, там, я не знаю, или запугать для того, чтобы они за биометрическими загранными на материк не ездили? Вам встречалось нечто подобное? Нет, такого я не встречала, и мне кажется, что этим вообще никто не занят вопросом. Здесь вопрос в том, что страшилками занимаются посредники, которые наплодили здесь на полуострове, на каждом запоре, на каждом дереве написаны их телефоны о том, что они помогут в оформлении документов. И загранпаспорт биометрический сейчас один из первых пунктов, поэтому страшилки распространяются они, потому что чем страшнее и чем недоступнее документ, тем цена за их посреднические услуги растет. И последний миф, который на сегодняшний день очень хорошо прорабатывается после слов президента о том, что украинцы не получат биометрические паспорта и не смогут ездить в Европу, то это взяли на вооружение, сейчас это как бы очень хорошо раскручивают. И говорят о том, что вам не дадут, но у нас есть схемы, у нас есть знакомые, у нас есть все работает, мы вам поможем. И человек из-за страха, что останется без документов, готов выкладывать любые суммы денег. И последняя поездка, которая была у нас в Херсон, у меня очень удивила. Музыканты, которые из Крыма, скрипачи, они ехали кучу времени, потом спали прямо в паспортном столе, им рассказывали о том, что если бы не эти посредники, они бы не получили документы. В конечном результате люди просидели целый день, их приняли уже в конце, не уставшие, замученные, но при этом они за паспорт заплатили в три раза дороже, чем он стоит на самом деле. А стоит ли обращаться вообще к услугам подобных посредников? Что из тех, условно говоря, из того содействия, из того набора услуг, которые предоставляют посредники, можно получить самостоятельно? А в чем они действительно помогают, я не знаю, обходить очереди и бюрократическую процедуру? Понимаете, они не помогают проходить эту процедуру бюрократии, они ничем не помогают. Единственное, они занимают, знаете, такую нишу посредничества информационное, то есть они дают людям информацию искаженную в большей степени, и они помогают людям туда приехать. Это две вещи, которые действительно людям без этого сложно, но все остальные вещи, которые происходят на материке в паспортных столах и в любой державной службе, ну, куда люди обращаются, спокойно можно все это делать самостоятельно. Единственное, что, почему посредники имеют успех сегодня в Крыму, только потому, что украинская сторона, да, она ничего не делает для того, чтобы информировать правильно и в достаточном количестве. Люди малоинформированы, и из-за этого они обращаются к посредникам, потому что ехать далеко, сложно пересекать две административные границы, и потом, если ты приезжаешь на материку, у тебя что-то не получилось, это очень обидно и жалко денег, которые ты потратил. Давайте вот сейчас для крымчан... Елена, я прошу прощения, что перебиваю вас, а давайте еще раз для крымчан напомним. То есть, условно говоря, если они не хотят переплачивать втрое, платить за услуги посредников, но хотят получить биометрический заграничный паспорт, то какой, каков их алгоритм действий? Во-первых, выезжать из Крыма нужно рано утром или даже ночью, потому что очень много времени занимает само пересечение административной границы. Обязательно с собой брать все документы, которые есть, и все оригиналы. То есть, даже если людям кажется, что это никакого отношения не имеет к документированию паспортом, то в любом случае лучше эти документы взять. Ну, например, какие? Все документы, паспорт, свидетельство о рождении, водительское удостоверение, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, если это оформление детских документов, вытяжение с регистров о том, что один из родителей является одиночкой, это в большей степени мамы. Если ребенок находится под опекой, то это все документы, подтверждающие право на опеку опекуна, официального ребенка несовершеннолетнего. То есть, все эти документы в пакете должны быть в оригинале обязательно. И копии. Для оформления документа детей до 12 лет детей не вывозят. Их вывозить на материк не нужно. Нужно иметь фотографию в размере 10 на 15. И все документы, подтверждающие родство с этим ребенком, мама, папа, паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке. Когда человек приезжает, ему обязательно нужно знать, куда конкретно он едет, в какой паспортный стол. Потому что не обязательно это будет Херсон, это может быть область или вообще любой город Украины. Но, естественно, крымчане едут в Херсон, Новотроицк, Еническ. Такие паспортные столы, которые рядышком. Потому что все равно занимает много времени. И сколько, кстати, времени? Вы упомянули, сколько это времени. К каким срокам нужно быть готовым? Ну, если очень сильно постараться, очень сильно постараться, то можно за один день все это сдать, все эти документы. Ну, плюс дорога. Вот наша поездка каждый раз, она занимает сутки чуть больше. То есть для того, чтобы выехать и подать документы, мы сутки находимся в дороге и в оформлении документов. Понятно. Елена, спасибо вам большое. Да-да-да, стоимость вы упомянули. Стоимость паспортов на сегодняшний день от 570 гривен и до 810. Это официальная государственная цена, если это сервисный центр. Там это дороже 1200-1400. Но посредники берут намного больше, от 8 до 15 тысяч рублей. И платить за это не нужно. Они ничем не могут людям помочь. Они просто, если это очередь или в какой-то степени, ну, там, зависла база, выключили свет. То есть они не гарантируют стопроцентной сдачи документов, а люди оплачивают именно эту, как бы, сферу услуг, что их проведут без всяких этих проблем. Понимаю. Спасибо вам большое, Елена, что нашли этим утром время поговорить с нашими слушателями. Глава общественной организации «Шторм» Елена Антонова рассказывала о том, как крымчанам, собственно, как они могут получать украинские биометрические загрампаспорта. Вы знаете, друзья, повторюсь, еще у двух постсоветских стран, у Молдовой и у Грузии, есть опыт, соответственно, уже, во-первых, поездок в страны Европы по биометрической загрампаспортам, по безвизовой процедуре. А с другой стороны, у них, у этих стран есть опыт территориальных конфликтов, ну, замороженных, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия. Вот какая политика у официального, например, Кишинева в отношении жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики? И является ли безвизовый режим каким-то фактором сближения между Тирасполем и Кишиневом, между жителями, так называемым, Приднестровья и жителями Молдовы? Вот об этом мы будем говорить с Владимиром Соловьевым, это корреспондент издания «Коммерсант» в Молдове. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Владимир, а вот вообще функционально, как безвизовый режим и опыт его работы, он как-то сказался на внутренней повестке в отношениях между Кишиневым и Тирасполем? Ну, этот слой как раз безвизовый режим не затронул, потому что если смотреть на позиции Кишинева и Тирасполя, официального Кишинева и непризнанных властей Приднестровской и Молдовской республики, то они остаются теми же, они остаются полярными. И безвизовый режим в этом смысле никак не изменил настрой тираспольских элит, настрой Кишинева. Стороны стоят на своем. Тирасполь говорит о том, что он должен быть независимым и голосовал за это на референциями 2006 года и так далее. Кишинев добивается возвращения, добивается, тоже, наверное, преувеличения будет сказать, потому что у Молдовы до сих пор не существует своего видения, каким образом нужно урегулировать этот конфликт. То есть они обещали его подготовить, но никто его до сих пор не увидел. Так вот, возвращаясь к безвизовому режиму. Это не сработало как фактор именно в процессе урегулирования, но когда Молдова получила в 2014 году безвизовый режим с Евросоюзом, жители непризнанной республики стали довольно в массовом порядке обращаться за получением биометрических конспортов. Надо сказать, что Кишинев в смысле документирования населения на левом берегу Днестра давно уже проводит такую либеральную политику. То есть гражданин Приднестровья, у приднестровцев есть собственное гражданство, то есть житель Приднестровья, он может бесплатно получить первый раз молдавский паспорт. То есть, допустим, совершеннолетний житель, в это время подходит человеку получать паспорт, вот он первый раз может получить паспорт бесплатно, удостоверение личности и, соответственно, гражданство. Биометрические паспорта выдаются за деньги, но никто их получать не мешает. И я знаю, что большое количество людей стали это делать. В Днестровье вообще ситуация с паспортами, ну, это известная вещь, для кого не секрет, там коллекционируют паспорта. То есть там один и тот же человек может быть гражданином Украины, России и Молдовы одновременно, а еще может быть гражданином Болгарии или Румынии. Такие возможности там есть, и люди этими возможностями пользуются довольно из прагматизма. Ему нужно поехать в Украину, он достал украинский паспорт, поехал. Ему нужно поехать в Россию, он взял российский паспорт, поехал. Ну, и вот в зависимости от всего. После того, как стал молдавский биометрический паспорт давать возможность ехать в Европу без виз, я лично знаю людей в Приднестровье, которые работают в так называемых государственных структурах, силовики и прочие, которые сделали себе молдавские паспорта просто для того, чтобы с ними ездить, собственно, в Евросоюз. И эти люди, многие из них впервые побывали в Евросоюзе от своей жизни, вот до тех пор, как действует безвизорежим. И я нахожу это нормальным. Люди ездят, видят, ломаются какие-то стереотипы и так далее. Вы упомянули о том, что безвизовый режим не стал такой точкой сближения в отношении между официальным Тирасполем и официальным Кишиневом. А стал ли он какой-нибудь, я не знаю, каким-нибудь таким виртуальным, если угодно, плюсом, который интегрирует жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в Молдавский государственный проект? Или для них это вопрос такого паспортного программатизма, не более? Ну, понимаете, я думаю, что здесь немножко... Здесь мы не можем сказать, что вот это получение безвизового режима сразу же делает Молдову для жителей Приднестровья привлекательной. Молдова – поставщик плохих новостей в последнее время. В этом смысле она не в такой сложной ситуации, как Украина находится, но здесь, за исключением войны, которой, к счастью, нет, которая прогремела в 92-м году, в этом году 25 лет, здесь те же самые новости. Коррупция, несвободные суды, подконтрольная юстиция и другие институты. То есть в этом смысле невозможно, бедность, невозможно сказать, что для жителей Левого берега Молдова является какой-то саксессори, успехом, к которому надо идти и надо думать о том, как бы нам соединиться. Вот не смог Кишинев пока такую модель построить. Это, кстати говоря, в отличие от Грузии, которая за короткий срок провела определенные реформы и действительно преобразилась. Грузия при Саакашире действительно рывок некий сделала. Потом тоже уже свои проблемы начались, но неважно, но вот этот момент был. А в Молдове этого нет. И плюс, который я нахожу в том, что приднестровцы могут получать деметрические простотанец препятственно и ездить и в Молдову, и дальше в Евросоюз. Это такой плюс просвещенческий, что ли. Это быстро не сработает. Это люди поедут, посмотрят, увидят. История про длинную дистанцию. Ну, видимо, да. Видимо, тут как бы... Но для Кишинева, конечно же, паспортизация населения непризнанной республики это в любом случае хорошо. Чем больше там будет граждан с молдовскими паспортами, тем для Кишинева лучше. Ну, они же граждане с молдавскими паспортами. Понятно. Но препятствия им никто в этом смысле никаких не чинить. Никто не говорит, что получать будете безвизовый режим и паспорта тогда, когда вернетесь под крыло. Понятно. Другим образом, в этом смысле, Молдова пытается интегрировать. И вот на прошлой неделе на украинской стороне появились молдавские пограничники, которые теперь... Вот первый пост в Кучургане занимаются совместным контролем транзитов, транзитов товаров и всего остального. В этом смысле Украина Молдове помогает. Спасибо, Владимир. Владимир Соловьев, корреспондент издания Коммерсант Молдови, был на связи со студией Крымреали. К нашей беседине присоединяется украинский политолог, крымчанин Тарас Березовец. Тарас, доброе утро. Доброе утро. У нас как раз есть две минуты, и мы хотим, чтобы вы поставили точку в этой теме. Мы как раз говорили с нашим коллегой, журналистом из Молдовы, он говорит, что принципиально интеграционный такой краткосрочного эффекта биометрический режим для Молдовы и для объединения ПМР и Молдовы он не дал. Очень часто говорят о том, что безвизовый режим позволит, условно говоря, реинтегрировать оккупированные территории. Вот как вы склонны относиться к подобным публичным заявлениям? Ну, я не вижу, на самом деле, никаких оснований для того, чтобы считать, что безвизовый режим сколько-нибудь приблизил крымчан к Украине. Да, это действительно облегчает жизнь. Для тех немногих крымчан, которые путешествуют за границу, их по статистике официальной 2013 года было всего 10%. Это 10% крымчан вообще, которые когда-либо выезжали за пределы Крыма, на материковую Украину. А за границу ездило там порядка 5-6%. Имеется в виду, чаще всего это были такие страны, как Турция и Египет. Поэтому, да, это в любом случае неким образом сделало биометрический паспорт сакральным символом, которого стали желать в Крыму какая-то часть населения. Но сказать, что это каким-то образом сможет реинтегрировать Крым, было бы как минимум наивно. Реинтегрировать в Крым, может только его полная деоккупация, она, как мы понимаем, не может произойти без серьезных проблем, ну, например, там, я не знаю, гражданского конфликта в самой Российской Федерации. Или совершенно фантастический сценарий, сценарий приход к власти некого, там, скажем так, демократического президента. Но это выглядит совершенно утопично сегодня. Понятно. Спасибо вам большое, Тарас. Тарас Березовец, украинский политолог, крымчанин, говорил как раз о том, что не стоит испытывать особенных иллюзий. Крымчане имеют право на биометрический загран. Но всякий раз, когда говорят о том, что что там, какие-то действия Киева смогут вернуть Крым в Украину, мы должны понимать, Крым это территория оккупированная Российской Федерацией. И до тех пор, пока российские войска находятся на территории полуострова. Никаких подвижек к его судьбе не будет. Друзья, мы остаемся с вами. Оставайтесь с нами. Трансляция нашего эфира есть на сайте Крымреалии, есть в социальных сетях. Мы будем говорить совсем скоро крымская экология, Крым, допустят ли правозащитников на территорию полуострова, об этом и многом другом совсем скоро в нашем эфире. С понедельника по пятницу с вами Радио Крымреалии. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крымреалии. Крымчане имеют право знать. В студии Валерия Максимова главное к этому часу. Суммы расчетов между Нафтогазом Украины и Газпромом станут известны через 2-3 месяца. В Симферополе отметили День города. В Севастополе заявляют об энергонезависимости города. Сейчас подробнее. Окончательные расчеты суммы компенсации в споре Нафтогаза Украины и российского Газпрома станут известны после завершения так называемого транзитного дела. Об этом в эфире «Один плюс один» заявил глава украинской компании Андрей Коболев. Он напомнил, что согласно решению суда при